На Линмарске спасатели сегодня провели едва ли не самое масштабное учение последних лет. На время всероссийской тренировки все силы и средства МЧС были переведены в режим чрезвычайной ситуации. Каждый регион получил свой сценарий событий. У нас, по легенде, обрушилась стена в многоквартирном жилом доме. Не обошлось без пострадавших. На ликвидацию ЧС были направлены почти 80 человек, в том числе больше десятка единиц спецтехники. Мой коллега Олег Хатанзейский уверяет, было очень правдоподобно. Как будут действовать спасатели, случись реальная авария, увидите в следующем репортаже. Обрушение части стены дома, улица Меншиков, 11. Принял. Действуя хоть и по заранее согласованному сценарию, спасатели и другие участники крупномасштабных учений не смогли избежать импровизации. Даже у задуманной чрезвычайной ситуации появился свой путь развития. Площадка для испытаний – обычный многоэтажный жилой дом в Наринмаре. Согласно легенде, во время строительных работ в одном из подъездов обрушились несущие конструкции. Мгновенно случилось возгорание. Экстренные бригады прибыли уже через 5 минут после ЧП. Пока огнеборцы тушили выдуманный пожар, кстати, использовали даже многометровую выдвижную лестницу. Тем временем зеваки не упускали возможность все это прямо с балконов запечатлеть на свои гаджеты. Когда помещение подъездов заволокло условным дымом, к экстренной эвакуации жильцов приступили спасатели. Надев специальное оборудование, кислородные маски, защитные костюмы, они отправились на поиски пострадавших. Тяжелораненых госпитализировали сразу в больницу. Остальным оказывали помощь на месте. На площадке дежурила бригада скорой помощи. В качестве пострадавшего выступил я. Якобы я надышался угарного газа и мне стало плохо. Сейчас сотрудники МЧС выносят меня на свежий воздух, где окажут первую медицинскую помощь. Ой, мамочки. Сейчас меня передают в руки к врачам, они мне окажут первую помощь. Ну, на самом деле, очень страшно. В больницу меня, конечно же, не увезли, но для реалистичности в машине скорой даже надели кислородную маску. Правда, все это осталось за кадром. Спасательная операция подходит к концу. Сотрудники МЧС, спасатели сворачивают свою технику. Ну, надо сказать, что все прошло гладко. Правда, попугали немного жители вот этого дома. Они не понимали, что происходит, мигалки, сирены, кучу спасателей, скорая помощь и так далее. Но зато теперь стало ясно. Наши спасатели готовы прийти на помощь в любую минуту и отработать слаженно. В общей сложности около ста человек. Именно столько было задействовано в тренировке. И реалистичность этих событий, хоть и можно поставить под сомнение, но правдивостью она не отличалась от реальной жизни. На лицах людей не было улыбок, да и тревога неподдельная. Итогом любой тренировки это слаженность работы, слаженность подразделений, взаимодействие со всеми органами управления, структурами, поиск определенных недостатков и недоработок для того, чтобы в дальнейшем и при реальной ситуации их не допускать. По словам самих участников учений, сработали хорошо, но еще есть над чем поработать. Впрочем, официальную оценку за всероссийскую тренировку поставят чуть позже, когда в региональном центре МЧС подведут свои итоги.